Попробуем открыть. Срезаем колпачок. Хотя вообще принято срезать колпачок вот в этом месте. Но мне почему-то там неудобно. Штопор немецкий, с пружиной. Я думаю, что это модель где-то примерно, наверное, 1920-е годы. Открывается таким образом. Вкручивается. Червяк ровный, поэтому мы можем совершенно спокойно загнать в центр пробки. Если бы червяк был кривой, в центр пробки бы не вошел штопор весь, и пробка могла бы раскрошиться. Здесь, к счастью, ровный, хороший червяк. Штопор имеет пружину, которая при вкручивании червяка в пробку, надо немножко придерживать за основание. Сжимается и помогает вытаскивать пробку из бутылки. Посмотрите. Практически все. И здесь дальше пробка не выходит до конца из горлышка бутылки. Но это сделано специально, потому что для гостей важно иметь вот этот звук. И вуаля. Но этот штопор не очень удобен по окончании открывания бутылки. Потому что вывинтить отсюда пробку достаточно проблематично. Вот как-то ее надо сильно напрягаться. И в 1930-х годах немцы эту модель доработали. Появился штопор, который назывался Колумбус. Эта часть у него была разделена на две половинки, раздвигалась. И тогда пробка легко могла быть удалена с червяка штопора. Вот теперь все.